26 октября СМИ сообщили о заведении уголовного дела на Ксению Собчак. Сама она поспешила покинуть Россию. В ее доме прошли обыски, а коммерческий директор был оперативно арестован. Сейчас, согласно сообщению кремлевских риановостей, Собчак уже вернулась в Россию. И все это, как мне кажется, отличный повод напомнить о том, чем Ксения отметилась в российской политике. Расставить точки над «и» для тех, кому по какой-то причине до сих пор не все так однозначно. А кто-то ведь, как одно известное американское СМИ, и вовсе по-прежнему считает Ксению оппозиционеркой. Но пока я не начала свой рассказ, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его увидело как можно больше людей, и подписаться на мой YouTube-канал. Итак, поехали. Как только появилась первая информация об уголовном деле на Собчак, я прочитала достаточно много комментариев из разряда. Ну вот, как после такого можно говорить о ее связях с Кремлем? На самом деле, как и в случае с бывшим приятелем Ксенией Антоном Красовским, это лишний раз доказывает лишь только то, что быть полезным системе вовсе не означает обеспечить себе неприкосновенность. Система с удовольствием пожирает свои же. Своей для Кремля ее называют не просто так. К примеру, постоянная похвала московской администрации не самое страшное ее прегрешение, но определенно самое регулярное. Если раньше Собянин в телеграм-канале «Кровавая барыня» отлично справлялся с пандемией, то сейчас Неминя замечательно справляется с некорректной мобилизацией. Критиковать мэра Москвы Собянина Ксения не любит. Зато нашу команду всегда и с огоньком. Она даже вызывала меня на дебаты, когда мы с Навальным предлагали помощь гражданам и бизнесу во время пандемии и говорили, что государство должно поддерживать людей в тяжелое время. Популизм, желание передернуть, желание выжечь абсолютно всю политическую поляну – это то, чем вы занимаетесь постоянно. Тогда Ксения говорила, что деньги напрямую раздавать людям нельзя. Это популизм и приведет к инфляции. Сейчас деньги спускаются со скоростью света на бессмысленную войну в Украине. Пригожинская ЧВК тратится на бомбежки мирных жителей. Дворцы, яхты, виноградники, раздачу гробовых, воевавшим в Украине. Люди массово уезжают за границу, оставляя рабочие места. Цены в магазинах растут, но Собчак не называет Путина популистом и губителем экономики. Она называет его адекватным и зрелым политиком. Не шучу, именно такими эпитетами она наделила его в своем инстаграме прямо незадолго до того, как произошло вторжение в Украину. Вторжение, которое повлекло трагедию в Буче, разрушение Мариуполя, ужасные последствия для жителей обеих стран. Раз уж заговорили про мобилизацию, то первое место гнусности Ксении, на мой взгляд, по праву занимает совсем недавний сюжет про мобилизацию на ее YouTube-канале. «Как защитить свои права?» – гласит заголовок видео, набравшее уже более 4 миллионов просмотров. Вначале Собчак с очень грустным и обеспокоенным видом говорит про панические настроения в обществе и что очень важно сейчас доносить до обычных людей полезную информацию. «Как защитить себя и свои права?» А уже через 10 минут так называемый эксперт-юрист рассказывает следующее. Последовательность проста. Человек получает повестку, следует с ней в военкомат, в указанное в повестке время, либо если у человека в мобилизационном предписании, он следует, как указано в мобилизационном предписании, приходит в военкомат и там на соответствующей комиссии с ним решают, что делать. Но с первых же дней мобилизации стало очевидно и понятно, что прийти в военкомат и просто разобраться не получится. В этом самом военкомате вас просто оформят и пошлют на войну без медкомиссии и возможности позвонить своим родственникам, предоставить справки об освобождении. Пришел в военкомат, уехал на войну. И любой, кто советовал сходить и разобраться с вопросом, просто-напросто гнусно разводит и подставляет человека. Кто-то скажет, ну ладно, это было в самом начале мобилизации, эксперт попался некомпетентной, бывает. Но на протяжении всего этого времени люди со срочками продолжали ходить в военкоматы для уточнения, где их тут же отправляли на смерть. И даже сейчас видео по-прежнему остается в открытом доступе. Хорошо, если ты не хочешь терять деньги за рекламную интеграцию, которая, разумеется, там тоже присутствует. Слова про военкомат можно вырезать редакторам Ютуба, можно дать пояснение в закрепленном комментарии, можно сделать хоть что-нибудь, но нет, просмотры продолжают капать, а люди продолжают умирать. И немалая доля этой крови, оправдывая название ее телеграм-канала, на руках Ксении Собчак. Называешь себя журналистом, неси ответственность за слова. Ну или еще и совсем свежего. Видео, на котором Ксения сравнивает решение грузинского ресторана не пускать россиян, поддерживающих войну с репрессиями против евреев, тем самым дословно повторяя риторику какой-нибудь Захаровой или Зет-каналов. Если вы в Германии, например, откроете бар Ди Даена и там сделаете форму, которую должны евреи все заполнять и какие-то там делать клики. Я думаю, что бар ваш закроют примерно через день, потому что выделение евреев внутри, например, Германии в отдельную нацию будет считаться нацизмом. А из несвежего и уж для полноты картины, конечно, не могу не вспомнить последние выборы президента, где Ксения служила кандидата-заменителем. Мы выступаем против. Против них. Против всех. В 2020 году издание «Проект» опубликовало очень хороший обзорный текст о том, как Ксения Анатольевна полюбила большую политику и научилась на ней зарабатывать. В числе прочего, там можно почитать и про то, кто и за сколько предложил будущей кандидатке против всех выступить политическим спойлером Алексея Навального на президентских выборах. Хотя, будем справедливы, фиктивность этого выдвижения и так была секретом Полишинеля. Ты приехала ко мне домой в 2 часа ночи. Это был последний наш с тобой разговор до этой встречи за несколько месяцев, за месяц до того, как ты объявила. И дословно сказала мне и ей, сидя на моей кухне, распивая чай. Мне предлагают огромные деньги за выдвижение. Если Грудинец служил на последних выборах президента эдаким громоотводом для левых, а Жириновский для правых, Собчак должна была канализировать протестные голоса либералов и изображать оппозицию, чего у нее, правда, не вышло. Результат меньше 2% оказался разочарованием даже для кремлевских заказчиков. И Ксения, утверждавшая, что в политике надолго, тут же вернулась к образу честнейшей журналистки. Я надеюсь, что я пришла в политику надолго. Ну и про медиаканалы и уголовное дело. После возбуждения уголовного дела против сотрудников и отъезда за границу у Собчак было, по сути, два выхода. Оставаться вне зоны доступа российских силовиков, перевозить команду и заниматься журналистикой, о которой она всегда говорит. Или пойти на очередной договорняк, означающий еще большую послушность. Первый вариант – выбрали бы все журналисты, для которых эта профессия – призвание, а честь и достоинство – не пустые слова. Но для Ксюши медиа – лишь один из видов бизнеса. При переезде за границу продолжать делать бабки, как раньше, у нее бы не вышло. А между журналистикой и деньгами Ксения всегда выберет второе, что Ксения и предпочла. Является ли договорняк с Кремлем гарантией защиты от будущих посадок команды? Нет. Зато является гарантией того, что затянувшаяся игра в оппозицию и нужно задавать вопросы обеим сторонам, скоро перейдет в режим игры в Симоньян. И неудивительно. Мы выступаем против. Против них. Против всех. Как бы Собчак не пыталась играть в оппозицию, как бы не строила из себя независимого журналиста, она не против Путина. Собчак всегда была только за хайп и деньги. Спасибо. 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 Спасибо.